всем привет всем добрый день я начала делать распаковку моего термомикса моего первого термомикса м6 чуть заx не сказала так я приготовил досочку в общем сначала хотела поднять эту коробку снова век поставить но затем она такая большая не неудобно поэтому я буду вот так вот да наверное вот так вот распаковывать чаша на этого рума короче говоря он намного намного легче чем и акузина потому что моя кузина весело 11 с лишним килограмм такой подносик здесь у нас крышечка книга так что-то здесь еще такой журнальчик с грибами прям по грибы надо что-то здесь еще такой да маленький такой аккуратненький кузина было в два раза больше ну как вам как как вписывается новый термомик за мою старую кухню ну смотрите на этой досочке мне в принципе я думала придется менять досточку если почему-то если честно я почему-то так думала потому что предлагаются такие досочки чуть ли не как на роликах таких найти на колесе что можно легко двигать термомик не на этой досочке на тоже вполне нормально двигается моя так что когда если что-то снимать чтобы поставить так чтобы было вам удобно тоже видеть короче говоря нужно сначала инструкцию прочитать что к чему наверно сначала нужно будет включить включаем так сеть я включила так держит теперь тут а другая здесь вот это вот этот сделал девочки на так сделано и летом еще пленка это оттянута нет это пленка включаешься вот это наверно нашла где ну ладно да но теперь нужно будет надо нажать красаврина придется школы с учеба может быть я и сама разберусь ночью сначала я посмотрю инструкцию что тут они нам показывают рассказывают как его нужно сначала с нуля настраивать пока коробки уберу ладно так разберусь в общем встретишься встречу с вами еще раз магазина сегодня уже отменяется здесь и много код скачать но сейчас я посмотрю насколько я здесь сама разберусь в общем я потихоньку начинаю здесь разбираться я решила себе поставить русский язык не знаю если потом забри на переделает мне на немецкий но мне как бы все равно но мне хочется почему-то чтобы это было на русском языке не знаю может быть потом поменяю подключить устройство поиск сетей так но здесь нужно наш пароль я так понимаю пошла смотреть пароль в общем пока монтирую вам влог хотела вам сказать с термомиксом я разобралась все встретимся уже теперь завтра завтра встретимся завтра уже что-нибудь приготовить не знаю еще что но что-нибудь найду уже скачала себе это приложение кубка ду по моему называется уже немножко так посмотрела кое-какие рецепты в нем в общем девочку которая заказывала термомикс она мне прямо по видеосвязи все рассказала досконально что к чему к что почему мы прям полностью от начала до конца прошли просто обыкновенную просто рецепт выбрали первый стоящий и от начала до конца его прошли очень я поняла смысл принципе но похоже конечно на кузину практически похоже но есть конечно кое-какие нюансы но я думаю что я в них к ним я быстро привыкну просто как ставится чаша вот у кузина немножко по-другому как закрывается крышка вот у кузине нужно закрывать крышку а здесь она просто так ложится в общем такие мелочи которым я привыкла как на кузине здесь немножко действует работает по-другому а так в принципе нормально хорошая вещь не мне пока очень нравится будем вместе разбираться на сегодня с вами попрощаюсь встретимся уже завтра всем привет всем доброе утро как всегда показываю свою работу никого не забыла всех помню кому что не сделала все сделаю на днях в общем делаю все по очереди заказчицам уже отослала им понравилось все как всегда теперь за боковой отвожу на почту и заезжаю в магазин смотрите какая у нас хорошая погода у нас еще рано на 10 часов я сначала сейчас заеду отправлю посылки но потом уже по своим делам красота солнышко светит сегодня прям совсем не холодно и не ветрено сегодня знаете что сегодня но у нас группа есть такая одноклассники и там одноклассница она живет новосибирске она написала у нас сейчас плюс 20 а по идее в это время у нас уже может быть такое что на улице лежит снег представляете как погода меняется что-то прям даже очень странно у нас тоже осень такая хорошая осень смотрите у нас уже середина октября а погода у нас стоит шикарная аж на прям солнце глаза слепит ладно все поехали делать поехали все вместе делать мои дела спасибо вам огромное что вы вместе со мной делаете мои дела девочки кстати как у вас у всех дела у меня нормально нормально мне еще нужно будет сегодня заехать к врачу и взять рецепт на мои таблетки от щитовидки у меня они уже как всегда заканчиваются я хотела это сделать вчера вечером ну к вечеру после обеда ну планы у меня немножко там поменялись поэтому сегодня даже я сейчас первым делом заеду к врачу возьму рецепт но или по крайней мере закажу рецепт посмотрю как с работой просто не иногда сразу дают а иногда говорит заедьте там через час через два еще посмотрю но самое главное что я его закажу а потом уже дальше все мои до остальные дела ну все важную часть на сегодняшний день я сделала рецепт я заказала его пошлют сразу в аптеку я потом в аптеку съезжу или сегодня после обеда или завтра с утра на склана складывала лучше завтра конечно с утра и получу ой свои таблетки и просто такая горочка ты так хорошо качешься назад поехали теперь отправим посылочки я сейчас конечно проезжает буду прям мимо почты ой заглохла надо что-то а я вообще-то не заглохла я сейчас конечно буду проезжать мимо почты мне можно было прямо на почте отправить посылки но на почте сегодня уже забрали а я не люблю в общем если есть возможность чтобы посылки забрали сегодня я еду в то место чтобы сегодня уже забрали чтобы люди как можно быстрее получили свои заказы не знаю меня как-то так посмотрите у нас прям бензин дешевый ойра 91 супер плюс мой ойра 82 дизель ойра 77 у нас прям таких цен уже сто лет не было а я еще думала что воскресенье был бензин бешевый а касс он еще дешевле бывает саврини как раз на на сегодня заправляться не видит стоит заправляется только братья сказала сабрина халю закупилась я сетя в лидале на 35 уротом с копейками сок яблочный и вишневый вообще сок покупаю очень редко это дети приезжают просят сок раньше они реже были теперь чаще лук-порей какое-то новое мороженое сейчас покажу вам в лидале открылась просто упаковка такое это тоже детям сукини колбаска лук красный лук красный лук уже заговориться стала тыква целерин петрушка свежие дрожжи заморожены но я им не доверяю просто я всегда раньше пользовалась замороженными дровями как-то было все нормально вот один раз как-то попробовала и у меня не получилось ничего тесто не подошло пришлось переделывать и поэтому я как-то не доверяю своим замороженным дрожжам хотя у меня их там очень много замороженным сливки тостерный хлеб володя вчера тоже закупался хлеб купил так что мне не надо это я володю мне у нас володя такой кофе пьет немножко детям вкусняшка свежий лук имбирь и бочки мандарины мороженого такое это володят он меня скоро съест он каждая каждый вечер ищет что-нибудь сладенькое а мороженое что-то все подъели я последнее время что-то не очень много мороженого покупаю машин закончилась теперь будет все тележку и еще хочу время заехать сабрины брод-трунг володь сельдерей корень сельдерея думаю как же называется вот такой вот соль купила девочки посмотрела просто рецепты там столько очень много всяких разных вещей можно которые я в раньше в жизни не покупала корень питер земля петрушки но купила я наверное думаю что уже многие догадались что я хочу сделать но это будет наверное не сегодня это я просто хочу сделать чтобы у меня стояла ну чтобы у меня это было всегда готово это такая овощная паста которую везде но я посмотрела очень многих блюдах добавляют я обычно овощной кубик кидала когда мне нужно было что-то ну думаю ладно сделаю овощную пасту печеньки такие но это в русском отделе 8 9 центов по моему они с вами все ничего больше не купила заплатила по моему 17 ура с копейками все теперь домой хотела купить 2 какие-нибудь красивые баночки время но баночек не было но вопрос он я уже наверное не поеду чем все посмотрю но наверное не поеду дома найду банки ну так девочки что приступим меня сегодня будет тыквенный суп кто меня вчера просил в комментариях показать рецепт этих улиток можно вот пожалуйста делайте скриншот я тоже буду делать этот рецепт ушел такие улитки еще тем более с маком я тоже люблю вот представить сегодня было время и забыла купить маковую начинку кто ничего страшного еще раз вижу я думаю вы теперь успели сделать скриншот так я тут немножечко так разобралась нашла себе рецепт который буду вначале варить очень если вот сюда нажмете вниз я не знаю конечно видно или видно наверно ни черта не видно но у меня здесь есть мысль еще одну камеру в день поближе поставить чтобы было видно вот именно все вот это описание но я не знаю пока что нужно подумать как это все сделать чтобы было хорошо видно может быть я сама буду учиться может быть кто-нибудь от меня будет тоже учиться или я вас буду мотивировать и вы будете дома тоже сами которые многие написали что у них термомикс сначала все было так базарте готовили очень много было интересно а потом когда бросили это дело и теперь термомикс у них просто стоит ночью я здесь посмотрела все суда все ингредиенты которые нужны мне были для супа ну и что начнем так что у нас вначале мне нужно положить имбирь здесь все написано что мы теперь делаю закрывать крышку наверно так где мы а нет вообще посмотрим дальше еще лук надо положить дальше они туда нажала елки-палки крышечка крышечка уже закрыта это первый раз да я тут разбираюсь не судите строго так крышечку закрыли там дальше тема на восьмой скорости почему она у меня раньше включилась я до 8 скорости вроде бы еще не доехала так дальше все измельчилась я вам сейчас покажу не вроде у меня стояла на восьмой скорости почему она у меня раньше показать да я хотела ну ладно сделали крышку закрываем дальше я не все приправы буду ложить короче который мне не нравится я вот кумин это тмин мне не нравится я я не люблю тмин поэтому я не буду его ложить так что открыть не нужно прям две чайные ложечки нужно положить сладкой паприки дальше я не поняла почему у меня так это произошло как-то не так как должно было быть так куркумы по ложечки зря закрыла крышку можно через стаканчик до забрасывать ну ладно куркума ну да как раз три четвертых я сказала по ложечке дальше кориандр кориандр не приготовила кориандр у меня есть кориандр я люблю поэтому кориандр я положу ну ладно я тут стаканчик скорее всего уберу ну и как он убирается чтобы его легко убрать а все поняла так сколько мне тут кориандра дальше 30 грамм масла сливочного дальше так но у меня есть эта крышечка сейчас я ее достану то я ее не достала все крышечку закрываю она так вставляется ну наверно посмотрим так дальше 3 минуты на первой скорости ну все 3 минуты подождем так все мои хорошие 3 минуты прошло так теперь мне нужно тыкву закинуть в общем тыкву я почистила в общем не знаю нужно было чистить только кориандр тыкву или не нужно было в общем я почистила закидываю сюда тыкву ну ладно я все равно заранее взлетела поэтому хотела посмотреть здесь ну ладно забыла я чтоб все подготовила чтобы это быстро было так что у нас идет дальше так это товарища нужно закрывать все правильно я закрыла так теперь мне 5 минут на пятой скорости это было не 5 минут это было 5 секунд так все так дальше что нам говорит 700 грамм воды 700 миллилитров так сейчас проверим так тара у нас я так понимаю что наверное нужно немножечко так вниз спустить нашу тыкву так дальше так смотрю сразу что дальше ну вот она какая правда поэтому я заранее рецепт прочитала поэтому я так и подумала смотрите мне нужно положить томатную пасту 30 грамм я и отмерила так как у меня еще нет пасты овощной я положу овощные кубики в рецепте так и написано если пасты нет то можно положить овощные кубики ну ну так что там у нас дальше значит соль и перец перец я положила так понятно теперь все это мы закрываем подождите нужно же вот эту крышку и закрыть закрыть это сеточкой но потом будет быстрее я все лишнее вырежу чтобы вас сильно не напрягать так закрыли все 18 минут на первой скорости при температуре 100 градусов все варится 18 минут я теперь свободно я могу теперь все убрать все девочки 18 минут прошло теперь нужно добавить сливки так 200 миллилитров 6 грамм не хватило но это то что по стеночкам размазать но ничего нам хватит так хорошо дальше так теперь нам нужно вот этот вот так все я уже поняла как его правильно вставлять еще 20 секунд написано на пятой скорости и потом до восьмой скорости повысить ну сейчас попробуем короче сначала до пятой сделаем все свалился сейчас будем пробовать сейчас налью в тарелочку нет сейчас сначала посмотрю как она там выглядит ну выглядит конечно оранжево аппетитно сейчас налью тарелочку будем пробовать смотрите выглядит конечно очень очень оранжево девочки пахнет очень хорошо видите там на заднем плане я сейчас буду делать овощную пасту но это вы уже увидите в следующем видео я все подготовила ну сейчас пообедаю не попробуем сейчас вместе знаете даже соль добавлять не надо хороший рецепт вот прям ну по крайней мере для меня ничего добавлять не надо прям очень-очень вкусно ладно мои хорошие на этом я буду с вами прощаться буду дальше экспериментировать встретимся уже завтра а на сегодня всем пока-пока ну и до завтра мои хорошие ждите завтра овощную пасту из термомикса и до завтра и до завтра и до завтра покажу 度